Мы прекрасно знаем, что в совершенном божественном замысле нет места разводу, нет места. Совершенный Божий замысел, чтобы люди были сочитаны Богом, и что Бог сочетал того, человек не разлучает. Точка. Это совершенный Божий замысел. Как много того чистого и совершенного, задуманного Богом, достигает нас, увы, немного, в нашем разрушенном грехом мире, немного. Поэтому одно дело, совершенный Божий замысел, и совершенно другое дело, когда Моисей сидит и смотрит на эту женщину, которая унижена своим мужем, и эмоционально раздавлена, и морально, и может быть даже физически он ее там бьет или давит на нее. И Моисей, зная закон Божий, разрешает писать разводное письмо и разводиться. И опять же Христос вспоминает Моисея, он не говорит, что Моисей прав, не прав, он просто говорит, вы знаете вообще, почему Моисей так делает? Почему Моисей разрешает то, чего Бог не разрешает? Вы вообще думали об этом? Потому что вы жестокие. Он не говорит о Боге, он не говорит о Божьем замысле, он говорит о людях и о реальности, с которой встречается как раз Моисей, как служитель. И он потому говорит, Моисей, видя всю ситуацию, решается разрешить то, чего Бог не разрешает. Пишите разводное письмо и разводитесь, иначе вы убьете друг друга. То есть видите, какие интересные повороты обретает каждое отдельное дело. И теперь у нас выбор поступать просто по букве закона, и некоторые так себя ведут, и не так объясняют вещи, и я уверен, меня осудят даже за эти вот интерпретации разные. Я все понимаю. Но есть другие люди, которые как бы входят в положение и рискуют, по большому счету, берут на себя ответственность позволять каким-то вещам или помогать людям выходить из ситуации. Если в церковь регулярно не будут приходить новые люди, мы начинаем развлекать сами себя. Мы очень быстро устаем и утомляемся. Нас самих это начинает раздражать. Потому что главная миссия церкви – это все-таки распространять познание о Христе в окружающем обществе. Всякая церковь, в которой нет ясного представления о видении, а именно о служении людям за стенами церкви, она так или иначе усыхает. Она может закрыться, свернуться, потому что она не выполняет великого поручения. Курс церковь и ее устройства – это инструкции, как разумно использовать человеческий ресурс в церкви. А именно научить их правильно воспринимать прежде всего светское общество, что это не просто грешники, отверженные, что мы должны от них всячески дистанцироваться, чтобы не оскверниться. Совершенно наоборот – это обычные люди, потерянные, которых нужно взыскать и спасти. Любой искренний человек, который хочет прожить свою жизнь с максимальной пользой, ему этот курс будет очень полезен. Он сможет разобраться, по крайней мере, послушать, как это было в церкви «Дом хлеба». Церковь и ее устройства. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org.